МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти кадры из своей машины снял случайный свидетель. Колонна инкассаторских грузовиков на трассе Москва-Минск. Кто-то даже предположил, что в них те самые 3 спасительных миллиарда долларов, которые Россия решилась выдать Белоруссии прямо накануне визита Путина. Там сейчас стремительно пустеют полки, валюту купить почти невозможно, а на обесценивающиеся рубли народ скупает бытовую технику и ювелирные украшения. В общем, смутное время. Запад окончательно отвернулся от Белоруссии после того, как главному оппоненту Лукашенко на выборах Андрею Санникову дали 5 лет тюрьмы. Его жена, корреспондент новой газеты Ирина Хариб, тоже получила срок 2 года с отсрочкой. Павлу Селину удалось найти секретную пленку с последним словом главного белорусского оппозиционера и встретиться с теми, кого называют заложниками режима. Видишь, на слоге делится слово «ма-ши-на». Даня Санников не отходит от мамы. В свои 4 годика он уже знает эту страшную аббревиатуру – КГБ. Каждую секунду он боится, что его мама Ира опять может исчезнуть на несколько месяцев и до сих пор не понимает, почему папа Андрей уже полгода не приходит домой. Я думал и сказал, может быть, они просто ушли к другим детям. Я говорю, как, почему, Даня, ты что? Родители не уходят никогда от своих детей к другим. И вдруг Даня Горисовна так вздохнула, сказал, а если эти дети плохо себя ведут, от них родители все-таки уходят. Качество видео хуже некуда, но человек, сделавший эту запись, сильно рисковал, потому и снимал тайком. Для белорусской оппозиции каждая секунда этой пленки – на вес золота. Это последнее слово кандидата в президенты Андрея Санникова во время оглашения приговора. Исходящее событие 19 декабря процесс мое дело началось. Я рассматриваю как проявление страха действующей власти в неизбежных переменах. Желание наказать в заседании руки тех, кто не согласен с тобой. Перемей за смелость и открытие. Склонить к сотрудничеству, подписать покаянные показания. В тюрьме Андрея Санникова сначала пытались сломать шантажом. На одном из заседаний он заявил, что лично председатель КГБ Белоруссии Зайцев угрожал им – не будешь сговорчивым, расправимся с сыном и женой. С Ириной расправиться было несложно. Она сначала сидела в соседней камере, а потом еще несколько месяцев под жестким домашним арестом. Это когда не выпускают на улицу, а вооруженные чекисты просто живут в твоей квартире. Меня иногда спрашивают, а вообще вы предполагали, что такое может случиться, что вас начнут и вашего мужа шантажировать ребенку? Я честно говорила – нет. Мне казалось, что есть некие вещи, которые в принципе недопустимы для человеческих существ. Human rights now! Human rights now! G.B. Беларусь! G.B. Беларусь! Это посольство Республики Беларусь в Москве. Все эти полгода у белорусских посольств по всему миру проходят пикеты с одним лишь требованием – освободить политзаключенных. На эти пикеты люди приходят вот с такой фотографией. Это семья кандидатов президента Андрея Санникова. Фото сделано накануне выборов. Посмотрите, какие они счастливые. Но главное – они вместе. А что сейчас? Андрею Санникову белорусский суд дал пять лет усиленного режима. Его жене – журналистке Ире Халиб. Два года тюрьмы. А их сына – Дань Кусанникова. Хотели отправить в детдом. Действительно, как еще поступать с ребенком, чьи родители не просто политические преступники и не просто враги государства, а личные враги президента Лукашенко? Эта детективная история в декабре прошлого года облетела весь мир. Но только сейчас на свет выползают чудовищные подробности того, как маленького Даню хотели отнять у бабушек и дедушек. Даню в детский сад пришли арестовывать. Так вот, заведующая детским садом номер 26 города Минска, я хочу, чтобы это прозвучало. Вот госпожа заведующая расставила всех воспитателей и нянечек возле всех выходов из детского садика, чтобы, не дай бог, родственники Даню не увели через какой-нибудь другой выход. И, кстати говоря, только появление съемочной группы НТВ заставило их отступить. После долгих мытарств бабушки все-таки дозволили оформить опеку над ребенком. Правда, на оформлении кучи справок и документов вместо положенных шести месяцев дали всего лишь один. В нашей семье была применена тактика выжженной земли. Раздевают ногово, ставят возле стенки на растяжку, то есть ноги шире плечи, голые, руки вывернуты. В холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. В день выборов 19 декабря прошлого года на площадь независимости в Минске вышли десятки тысяч человек. Санникова задержали одним из первых. ОМОНовцы бросили на него железный щит и прыгали сверху, пока не сломали ногу. И вот так, с искалеченной ногой, его заставляли бегать со всеми вещами по крутым тюремным лестницам. Выламывали руки с требованием начать сотрудничать, ставили практически на шпагат, сажали, я узнал, что я могу садиться на шпагат, когда, естественно, все болело, болели связки. То есть это были такие пытки, как физические, такие очень много было пыток психологических. Другой кандидат в президенты Олесь Михалевич вышел из тюрьмы хитростью, подписал все, что требовали, а потом на пресс-конференции отрекся от сотрудничества с КГБ. Сейчас Михалевич за границей. С женой и двумя маленькими дочками он может видеться только по скайпу. Слухай, добра золотка. У меня две девятки за русскую мову по контрольной. Супер. А про мотивацию мы промолчим, правда? Бежать удалось немногим. Наталья Радина, редактор главного белорусского оппозиционного сайта «Хартия-97». В тюрьме ее держали полтора месяца. Затем выслали из Минска, посадили под домашний арест, запретили работать. Впереди ждал только суд и еще несколько лет тюрьмы. Журналистке чудом удалось бежать из Белоруссии. Сейчас она в безопасности и редактирует свой сайт из Европы. Ну, как он мне сам сказал, что надо бить во все колокола, потому что он может оттуда выехать просто в инвалидной коляске. С командой Андрея Санникова расправились с особой жестокостью. Его ближайшему помощнику Дмитрию Бондаренко дали два года тюрьмы. Он практически не ходит. Грыжи и защемление нервов позвоночника. Об операции, естественно, нет и речи. Заключенным не положено. А пресс-секретарь Санникова Александр Отрощенко всел на 4,5 года усиленного режима. Конечно, Сашу арестовали и собирались арестовать не за площадь, не за то, что он там был, что-то делал или чего-то не делал, а за всю предыдущую его деятельность и за то, что он был пресс-секретарем Андрея Санникова. И я думаю, что вот это такая месть, ликвидация людей, которые могут влиять на ситуацию. С первого дня этот суд был похож на печальный фарс. Защита показывает видео, где провокаторы, бившие стекла в доме правительства, кричат ОМОНу «Свои! Свои!» Судья отклоняет весь дом. Показывают фото, где пустая зачищенная площадь вечером и эта же площадь утром, а на ней заботливо разложенные обрезки арматуры, коле, даже топоры. Все божья роса. Я люблю свою семью. Очень. Я люблю Беларусь. Я очень люблю свободу. Я знаю, что моя семья в силе, в территории России будет счастливой, когда мы станем свободной. А это невозможно, без соблюдения такого места. Живее, Беларусь! Живее! Даньку Санникова очень часто сравнивают с другим белорусским мальчиком. Это Коля Лукашенко. Он постоянно сопровождает своего папу. Вот он принимает доклад у военного генерала, вот участвует в важных государственных переговорах. Говорят, папа даже показывал ему трупы после взрыва в Минском метро. Но у Дани Санникова совсем другая жизнь. Во время одного из многочасовых обысков он сидел, уставившись в одну точку. И только когда страшные дяди из КГБ ушли, он со слезами признался бабушке, что описывался. Несколько часов малыш молчал и боялся пошевелиться от ужаса. Я знала, что все может обернуться репрессиями. Но того, что они сотворили с моим сыном, конечно, я им не прощу. Никогда. Павел Селин, Алексей Кременецкий, Наталья Пичугина. Телекомпания НТВ.